И часть, которую сейчас мы изучаем, называется «Пойдём к фараону». Когда сам Творец пробуждает фараона и тянет буквально народ Израиля, Тсмуше, как свойство, представляющее народ, группу, «Пойдём к фараону». Разумеется, вы не хотите. Конечно, вы боитесь. Конечно, вы не заинтересованы в этом. Это против эго. Это страшно, это неприятно. Но идём к фараону. Почему? Потому что мы всё-таки должны раскрыть особую порцию, которая нам необходима для того, чтобы принять решение, что мы на самом деле обязаны убежать из этого состояния, из Египта и никогда больше не возвращаться. И поэтому действия, которые совершает Творец, они всегда для продвижения. Мы здесь должны поддерживать друг друга в группе. И тогда, когда мы подойдём к выходу, то поймём все детали и подробности, которые прошли. Но сейчас, по крайней мере, в начале изгнания, которое мы чувствуем, мы уже должны понимать и вооружиться относительно того, что с нами происходит, как нужно соединиться друг с другом и как вести себя во всём этом процессе, который нам предстоит. потому что с семь голодных лет мы хотим прийти к духовному, но нам понятно, что это непросто, и это уже прямо перед нами, как это казалось раньше. А сейчас раз за разом мы всё больше чувствуем, что мы находимся как бы в преддверии духовного. И это верно, это правильно. Так пойдём к фараону, имеется в виду, что идём, познакомься с ним, пойми злое начало, которое в тебе находится, и насколько Творец его раскрывает всё больше и больше. Потому что как только ты его раскроешь по-настоящему, у тебя будет достаточно сил и энергии, и постоянства, и упорства, чтобы потребовать от Творца выйти от него, от фараона.